Привет-привет! С вами Лилия Донскова. И сегодня видео будет посвящено одному единственному продукту. Это тушь для бровей из серии The One. Ее код 33694. Сейчас я вам покажу, как эта тушь выглядит. Такая малюсенькая кисточка. Прям идеальная для бровей. Больше и не надо. И очень многие задают вопрос, нужна ли мне эта тушь, как ей пользоваться правильно и так далее. Поэтому уже специально заранее, вы видите у меня разные сегодня брови. Правую бровь я уже прокрасила специальным корректирующим средством, также из серии The One. А левая бровь у меня обычная, естественно, такая, как она есть на самом деле. Я вам покажу просто разницу. Вы сами увидите, как с тушью или как без туши, если мы будем пользоваться. И начну я с левой брови. Ну, набираю немножечко тушь, как положено. Лишнее снимаю с кончика, чтобы не испачкать кожу или так далее. И начинаю прокрашивать бровь. Сейчас возьму зеркальце отдельное, чтобы мне было хорошо тоже видно. И я покажу вам бровь, вот как ее на чистую, если красить просто на свои брови натуральные. То есть мы легкими такими движениями прикладываем тушь и по линии роста бровей ведем по волоскам. И сразу заметно, что, во-первых, укладываются классно бровьки. Все в один ряд. Как бы лежат идеально. Подчеркнулась сама бровка, да? То есть она стала такая вот, ну, прокрашенная. То есть мы делаем вывод, если брови свои достаточно хорошие, уже есть красивый рисунок бровей, то есть вы бровь заранее скорректировали и не нужно ничего лишнего, то эта тушь, она просто усилит цвет, уложит брови и они будут выглядеть такие ухоженные, натуральные, не перегруженные. И что мне очень нравится, то что бровь сразу еще укладывается и фиксируется. То есть это заметно. А сейчас мы проработаем бровь уже прокрашенную заранее корректором. То есть вы можете прокрасить ее или корректором, или карандашом. То есть тем продуктом, который вам удобен и привычен. И уже сверху по краске мы аккуратненько проходимся тушью. Таким образом мы также зафиксируем бровь, добавим еще немножечко цвета и уложим. Передадим ухоженность такую, уложенность и ухоженность. И вот такой мы получаем эффект. Что я хочу сказать. Если есть возможность, если есть желание прорабатывать брови более тщательно, чтобы они были более эффектные и интересные, то тушь может быть как основным средством, так и дополнительным. Но если у вас свои брови недостаточно хороши, то есть им надо и форму придавать, и гущину. То есть есть какие-то пробелы, то есть неровно растут волосы. То одной тушью вы не справитесь. То есть она может идти только как дополнительное средство. Поэтому я всегда выбираю, пусть срез будет больше, чтобы сделать все более эффектно, качественно и красиво. Потому что, ну согласитесь, что бровь с корректором выглядит гораздо более такая вот, ну прокрашенная, густая, объемная, чем где мы проработали только одной тушью. Поэтому выбор остается всегда за вами. Я вам желаю красивых бровок. Помните, что брови – это не просто как элемент лица, а брови – это как рама для картины. И они делают лицо уже завершенным, таким оформленным и красивым. Если же вы бровям уделяете совершенно мало времени, они у вас блеклые какие-то, незаметные, то какой бы вы шикарный макияж не сделали, все-таки он не будет классным, потому что бровей будет не хватать. Поэтому брови должны стоять на первом месте. Спасибо за внимание. Как всегда, ставим лайк. Вам ничего не стоит, а мне очень приятно. Если вы хотите получать уведомления всегда о моих новых видео, нажимайте внизу, подписаться и на колокольчик. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.